ФАС предварительно рассчитала тарифы на электроэнергию на 2022 год. Их ежегодный рост для жителей России в ближайшие два года составит 5%. Также будут расти тарифы на передачу электроэнергии. Как сократить расходы смотрите в нашем следующем материале. Электроэнергия составляет существенную часть затрат на оплату услуг ЖКХ. При этом не все знают, что сократить эти расходы не так уж и сложно. Ведь существуют простые, но эффективные способы экономить электричество. Например, периодически очищать электрический чайник от накипи. Использовать двухтарифные счетчики электроэнергии. На улицах Твери мы решили узнать, какие способы экономии электроэнергии знают жители областной столицы и какими пользуются сами. Кроме лампочек, наверное, ничего. Ну, у системы есть вот эта Алиса. Выходя из комнаты, свет выключаете? Ну да, я в этом плане слежу. Я вкручиваю лампочки энергосберегающие. Стараюсь как-то поменьше включать, не включать. Покупать там энергосберегающие приборы. Выключать свет, когда уходишь из комнаты. Пользоваться не электрическим чайником, а газовым. А вот сами дома как-то экономите электроэнергию? Ну вот стараемся выключать, когда выходим из комнаты и ребенка приучаем старшего. Сетчики стоят давно уже во всем, на воде, на электроэнергии. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области напоминает жителям региона о возможности установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии за счет средств, направленных на капитальный ремонт в многоквартирных домах в составе ремонтных работ, внутридомовых инженерных систем, электро-тепло-водоснабжения и водоотведения. Согласно закону Тверской области, от 28 июня 2013 года номер 43 ЗО. Подробная информация на официальном сайте Министерства.